Первые лучи солнца уже осветили поляну Джессику. Берёзы покрылись снегом, пушистая трава. Джессика искала мышку, мышковала. Она смотрела, выискала её, где тут мышка, ну где тут мышка, но мышки все попрятались. День был ясный, солнечный, таких немного бывает на Селигере. Ждёшь, не дождёшься, смотришь ночью на небо, на звёзды. Только бы утром не затянуло бы, только бы не было туч, метели. И вот в один из таких ясных солнечных дней с голубым небом мы с Джессикой выбрались на поляну. На поляну рядом с Селигером, чтобы встретить восход солнца. Первые лучи, которые пронизывают ветви деревьев и слепят, слепят глаза. Вот он, новый, новый сказочный день на Селигере. Новый день пришёл к нам. Новый день Новый день Новый день Субтитры создавал DimaTorzok Подкормили ее, и вот уже стоит палатка Куб Хелиус, два на два, два двадцать высотой, палатка старая, дышащая, а вон рыбаки уже едут с рыбалки, наверное, ночью сидели на леща и утром возвращаются домой. Ну, сейчас пойдем в домик, вот в такой настоящий домик. В домике у нас просторно, полы самодельные, удочки я уже закинул, жду поклевки, слева органайзер, в котором лежала колбаска, чай, кружка, удочки. Вот так все устроено. Ну, сейчас сначала надо поесть. Первым делом нужно поесть самому. Рыбу-то мы уже накормили, так что будем, ребят, кушать колбаску с чаем. А здесь у меня еще один органайзер. Удобная штука, висит с удочками, проблем нет, ничего под ногами не болтается, уже плюсовая температура. И сейчас колбаску с чаем как навернем. Вот, друзья, чай в пакетиках берем, завариваем. Сейчас он быстренько заварится и начнем ловить. К этому времени и рыбка должна подойти. Она же покушала, так, поклевочка на поплавочек, что-то есть, тащу, какая же там рыбина. Король, король водоема Ёрш. Самая лучшая рыбина, но не для живца, потому что сдохнет он, зараза, не выживет в кане. Ну, ладно, что есть, то есть. Смотрите, какая мормышка. Меньше, чем глаз у Ёрша. 0,24 грамма. А вот здесь платвичка уже подошла. Платвичка – это отличный живец. Вот платвичка-то нам и нужна. Побольше бы она оклевала бы. Было бы вообще отлично. Но ловить живца, да поехать домой. Вот дело. Ну, не домой, конечно. Нам еще крюки проверять. Так, еще есть. А это что? А это зачем? Да мне это не надо. Вот придешь подлещика ловить, клюет платва до Ёрши. А сядешь на платву, клюет подлещики. Во безобразие! И глубина-то два метра. А подошел ведь ладошечник вот на такую маленькую мормышку. Ну что ж, бросим его. Это мы собаке будем кашку варить. Во, 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 платва! Платва нам нужна! Нам нужна платва на крюки, чтобы щуку поймать. А вот из этой щуки я колбаску-то и делаю. Один к одному. Часть одна щуки, часть одна свинины. Во, какой мотыль! Так, тащу опять. Да что ж такое-то, а? Ты, подлещик-то, хороший! Ох, Джессика будет рада! Как она любит кашку, кашку с рыбкой! Перловку туда положишь, морковки, рыбку! Ай, у самого слюни текут. Ой, Джессика любит кашку с рыбой. Джессики, Джессики, будем все собирать, Джессики. Вот такая рыбалка, друзья, на такую марму... Опять подлещик Джессики. Видно, Джессика там лежит дома и молится. Зачем ему платва? Пускай подлещики подходят. Ой, я сыта буду. Любит она кашку с рыбкой. Да, хороший подлещик-то вообще. Так, глядишь, и мармышку оборвут. У меня там леска 008 стоит. Вот такая маленькая мармышка со спичечную головку. И как активно подлещик ее берет. Вот такие вот снасти у меня профессиональные. Так, опять подлещик. Да что ж такое-то, а? Я ведь кормил-то не мотылем. Обычная кашка-перловка. Но, правда, с укропом. Я укроп, стебли добавляю. Может быть, из-за этого. Но укроп пришел. Так, ух ты, на две удочки сразу. О, дело-то пошло. О, рыбалка-то, друзья. Таскаю одну за... О, это живец. Это платва. Это то, что нужно мне на крюки. Вот на такую мармышку, которая меньше глаза платвы. Спортивная спортсмена. Тащу платву. Надо мне платву ловить. Мне платва нужна. Мне без нее крюки не проверить. Ну, хорошо, тепло. На улице тащу, тащу. Опять подлещик. Ну, что ж такое-то, а? Вот откуда он берется? С двух метров. Его на девять не найти. А тут фигачит один за одним. Да я же не на подкормленные лунки сел. Кормил только час назад. А рыба уже. Вот селигер, друзья. Приехали, поставили палатку, поели. И уже вон какая кучка. Оба-на. Еще один подлещик. Ребят, мы так не договаривались. Вот с кем бы поменяться подлещика на платву? Джессика, правда, и кусить может. Скажи, ты что, офигел? Ты что, старый? Ты меня хочешь без каши оставить со своими крюками? С крюков-то я понимаю. Ты щуку съешь. А я чего буду есть? Ой, точно меня Джессика покусает. Ой, точно. Точно хапнет девка. Так, кучка растет, растет. Так тащу, тащу. Что-то тяжелое. Я даже назад отклонился. О, подлещик. Это хорошее. Это уже больше ладошки, друзья. Вообще шикарно. Шикарная рыбалка. Вот оно удовольствие. Рыбу покормил, сам поел. И пошла рыбалка. О, какая куча. Ну вот, приехали. Проверяю поставушки. Все просто. Там, где ветка, там должна быть моя поставуха. Берем проволоку и цепляем. Но не всегда все получается быстро. Приходится помучиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Седьмого раза я ее достал. Вот почему все это было. Размотка. Видно, веревка натянута, и сама поставуха ушла вбок. Ну, потихонечку сматываю. Здесь главное не спешить. Главное, потихонечку, виточек за виточком сматываем. Нельзя так просто веревку бросить на лед. Она сейчас мгновенно замерзнет. Будет петля. А вдруг там рыбина. И все. Вы рыбину упустите. А когда вы сматываете виточек за виточком, вы спокойно почувствовали, что рыбина тянет назад. Опустили вашу поставушку. Оба-на! А рыбина-то есть. Вот здесь нужно осторожно, друзья. Не спеша. А то можете попасть на рывок. Видите? Я придерживаю небольшой рывочек и наклоняю поставушку. Надо потихонечку, помаленечку мучить ее. Мучить, чтобы она спокойно подошла к лунке и у лунки ее взять. Вот дурак. Я багор не вытащил. Вот как я об этом пожалею, я уже понял. Рыбина серьезная. Чувствуется там, как я ее буду брать. Руками? Руками ее не возьмешь. Вы знаете, какие зубы. Наверняка это щука. Судак редко попадается. Так что, друзья, да, оплошность у меня. Ну, будем бороться. Будем бороться потихонечку. Сматываю, подвожу. 20 метров у меня здесь. Почему так много? Да потому, что только вот так вот, если хорошая рыбина, можно ее измучить. Все, поводок мой пошел. Видите, груз. Если с грузом, то значит глубина 3,5 метра. Без груза метр. Ставлю на разных глубинах. Видите, смотало. Опять подвожу. Опять подвожу. Пошел поводок у меня. Просто обычная леска. Вот она, щука. Вот возьми ее рукой. Вы видите, она пасть раскрыла. Не хочет идти. Вот был бы багор. Был бы багор. Я бы сейчас... Вот она. Вот, ну! Вот чуть-чуть не упустил. И постовуха веревка оборвалась. И крючок двойник выскочил. А щука-то хорошая. Закилишник. Я дома потом взвесил. Кило двести шестьдесят. И крянка. О, кака красавица селигерская. О, кака! О, кака! О, кака! Продолжение следует...